Яна Рымарова – опытный барист. За пять лет научилась виртуозно готовить десятки видов бодрящего напитка – от латы и капучино до рафа и фраппе. Каждый день обслуживает сотни гостей и хорошо понимает, что такое спрос и предложение. С видением новых правил торговли существенно у нас ничего не поменялось. Клиенты от нас не ушли. Поток большой, все время растет. Мы постоянно развиваемся, постоянно предлагаем что-то новое людям. Торгово-развлекательный центр «Спектр» пользуется спросом как у покупателей, так и у предпринимателей. Об этом говорят цифры. Заполняемость – 95%. Здесь снимают площади 80 ритейлеров. За последнее время случаев расторжения договоров аренды не было. Все понимают – на прилавках должны быть товары надлежащего качества, в широком ассортименте и по справедливой стоимости. Возникали какие-то технические вопросы у арендаторов или индивидуальных предпринимателей. Своевременно поступали разъяснения, которые были приняты к этому 713-му постановлению. Надо отметить и выразить благодарность управлению торговли горосполкома и руководству города, которые своевременно проводили разъяснительную работу. Постановление Совмина затрагивает 90% всей продукции. Это 370 позиций. Введены предельные надбавки для импортеров и внутренней торговли – от 15 до 60%. Чтобы представители бизнеса могли задать вопросы, Март создал онлайн-анкету. Да и на местах всегда рады пойти навстречу предпринимателям. В этом убедились арендаторы торгового центра «Вестер». Говорят, в горосполкоме их слышат и, что самое главное, помогают и словом, и делом. Я собирал инициативную группу из предпринимателей, которые занимаются разными видами товаров, чтобы конкретно задать вопросы. В принципе, в горосполкоме нас понимают. Записали все вопросы, подали высшие инстанции власти. В принципе, сейчас пока работа нормализовалась. С нововведениями ситуация здесь не изменилась. 58 предпринимателей работают в штатном режиме. На площадях почти в 4,5 тысячи квадратов есть все, что душе угодно – одежда, обувь, косметика, бижутерия, галантерея. Александр Кулевцов арендует здесь павильон уже 6 лет. В его магазине игрушек сбываются детские мечты. Представлены развивающие конструкторы, алмазные пазлы, модные куклы и машины на радиоуправлении. С вступлениями нового постановления 713-го существенно наш ассортимент не поменялся. То есть на сегодняшний момент представлен максимально те позиции, которые были, они присутствуют на полках. Постоянным клиентам у нас есть скидки, то есть мы уже знаем своего клиента в лицо и стараемся его удержать. Цены на продукты тоже изменились. За последний месяц картофель, к примеру, подешевел на 5%, лук на 12%, морковь и яблоки и вовсе на 15%. Суммы на крупы, молочку, сливочное масло перестали расти. Стоимость потребительской корзины в Беларуси заметно снизилась. В октябре 738 рублей на семью с двумя детьми. Это почти на 3,5 рубля меньше, чем в сентябре.